Благодарность — это хорошо. Поражать благодарность можно по-разному. Могут быть очень красивые слова. А на самом деле, все-таки, простите, да простят меня филологи, слова — это условное обозначение того, что мы чувствуем. Что за словами? Благодарность ученика для педагога. Когда педагог видит, что в ученике воплотились, не знания формальные, а воплотились его желания превратить вас, когда-то пришедших сюда, маленьких, в самостоятельные ответственные личности, способные принимать решения ответственные. людей, которые пользуются не банальными словами, а умеют говорить от души. Людей, которые не оглядываются все время, а сами думают над тем, что же мне нужно сделать завтра. для наших учеников и для наших педагогов, наверное, благодарность, когда мы видим, что достигшие 14-15-летнего возраста молодые люди понимают, что ничего в жизни не приходит просто так. И хорошо это, когда каждый следующий день труднее, чем вчерашний. Потому что через 3-5 лет это принесет вам гораздо большие дивиденды. Хорошо тем, кто не боится этих сложностей. Хорошо тем, кто серьезно задумывается над тем, куда я применю все, что я умею и знаю в дальнейшем. Ну, в конце концов, может быть, это высокие слова, но в нашей жизни все равно самое, наверное, главное то, для чего я в эту жизнь пришел, что я сделаю в ней лучше хоть чуть-чуть. Когда мы видим в ваших глазах вот эту готовность, готовность к сложностям, готовность идти вперед, готовность самостоятельно выбирать и самостоятельно отвечать за то, что вы делали. Тогда мы благодарны судьбе за то, что мы педагоги и за то, что у нас есть такие ученики. Я надеюсь, что вы такие и я надеюсь, что самые лучшие и готовые к этим сложностям, к этой сложной, но очень интересной жизни в нашей гимназии мы с вами встретимся через три, сколько там, три с половиной месяца, да? Я хочу вам сказать, что сегодня для вас ничего не заканчивается, сегодня для вас все только начинается. Я вам желаю на это, в этом начале успеха и радости впереди на этом пути. Поздравляю. Спасибо. Спасибо. Спасибо.